дамы и господа я рад всех приветствовать с вами как всегда александр и сегодня мы с вами поговорим о новиночке от компании cybox кресло называется но solution gfx это такое логическое продолжение категории 2-3 среднем своем внутри как бы сайбокса сегменте пред топовые скажем так серии кресло solution вот gfx это кресло которое значительно претерпела доработки в отличие от предыдущей версии и каждая доработка пошла реально куда надо и кресло действительно стало лучше кстати что касается безопасности сразу закроем вопрос кресло имеет стандарт айсайз стандарт айсайз каждом обзоре об этом говорю это стандарт который сильно поднял планку требований к безопасной перевозке детей в автомобиле если вы видите стандарт айсайз кресло доверять ребенка можно смело тем более в этом кресле solution gfx от сайбокса они даже систему лсп систем есть у них данных так и называется до система боковой безопасности она тоже подверглась модернизации в общем здесь все сейчас самое последнее что есть в разработках у компании здесь использована вот в этом сегменте поэтому по безопасности друзья здесь действительно все хорошо что касается кстати категории 2-3 группа вдруг вы не знаете это кресло с 100 сантиметров здесь даже прям так и написано от 100 сантиметров до 150 сантиметров роста ребенка можно эксплуатировать среднем 33 с половиной иногда даже четыре года и до 12 лет в общем важен рост потому что если вы будете 90 сантиметрового ребенка сажать в такое кресло это ремень окажется на горле очень опасно так не делайте поэтому перед покупкой приезжайте в мир автокресел и примеряйте это будет самый правильный вариант но если 100 сантиметров есть можете смело не париться так смотрите давайте вкратце пробежимся по всему креслу что мы себя представляет посмотрим и по поводу крепления как пристегнуть самого ребенка самом начале вам сразу покажу чтобы к этому не возвращаться вы видите что здесь в кресле нету пятиточечных никаких ремней вообще в сайбоксе вы не увидите особо пятиточечных ременей взрослых креслах они используют столик безопасности в категории 1 в категории 23 классика жанра автомобильный ремень проводится через специальный направляющий специальный направляющий в подголовнике всегда есть вот и дальше уже простым обычным способом как вы себя в автомобиле пристегиваете точно так же и пристегивается в автомобиле ребеночек собственно вот так это все выглядит смотрите что касается регулировки подголовника по высоте важный момент в инструкции написано сантиметр я же всегда в обзорах говорю что смотрите не больше двух пальцев от плеча ребенка до подголовника должно быть и желательно не меньше одного это как раз и есть приблизительно сантиметр для тех кто вот именно по инструкции все делает информация вот поэтому имейте ввиду очень важный момент потому что если вы поднимите выше ремень окажется на горле очень сильно это опасно поэтому как вот пристегнуть и отрегулировать вопрос закрыт я думаю всем все понятно кстати что касается информации по тканям ткани здесь достаточно прикольные они тактильно не раздражают абсолютно гладенькие приятные и кипаллергенные как заявляет производитель и достаточно износостойкие как показывает практика через несколько лет при должном уходе выглядит принципе как новое поэтому в этом плане все хорошо стирайте главное эту ткань желательно до 30 градусов желательно даже вручную в тазички постирайте чтобы ткань не села потом обратно не оденете друзья так что касается комфорта ребеночка давайте об этом с вами поговорим посмотрите какое оно широченное посмотрите какой приличный ход свободный у спинки чтобы вы могли наклонить ребеночку к спинку в дальней дороге и из фишек такого не было в два-три категории раньше у сайбокса здесь независимо не от чего можно отрегулировать еще угол сиденья спиночку отрегулировали с помощью спинки автомобиля или же как бы она уперлась в максимум сразу получили но можно еще сделать раз и вот так как бы такая вот капсула немножечко сдвигается и угол самого сиденья можно отрегулировать кстати очень мягенькая спинка мягенькое сиденье дальней дороге будет комфортненько поэтому прям на ходу можно вот это делать прикольно смотрите из фишечек еще сайбокса запатентованных у них регулируется по глубине подголовник видите ребенок уснул дальше можно опрокинуть головочку сидит воду стоит можно выпрямить его чтобы он сидел ровненько прикольно вот такой фишечки нету у других брендов так что касается наклона мы с вами разобрали напрямую зависит от спинки вот такого наклона тоже разобрались что касается крепления используется классическая система изофикса жесткая металлическая все как полагается все по-взрослому защелкнули можно небольшой лайфхак просто не задвигаем до конца кресла вот так вот а отодвинув его у нас немножечко высвобождается ходу спинки и наклончик можно сделать чуть побольше но не злоупотребляйте потому что при большом наклоне с дремень сдвигается на горло поэтому желательно по всем правилам конечно лучше задвинуть его вот здесь с вами разобрали разобрали теперь давайте посмотрим как регулируется у нас спинка по высоте спиночка у нас здесь возможность видите боковые части расширяются пробишь когда ребеночек крупненький сел папа и она сразу будет для него широкой давайте посмотрим как это выглядит вот таким образом мы поднимаем и собственно 150 сантиметров роста ребенка выглядят вот так вот в кресле поэтому не знаю и часто даже мамочки могут спокойно вот здесь такие кресла невысокого роста есть такое дело вот поэтому запас пространство здесь большой плюс еще видите какой диапазон у нас имеет регулированные да не регулировка так опять же этот свободный ход у боковинок чтобы просторно ребенку можно было сесться усесться вот собственно и все кстати корпус еще используется здесь вентилируемый полностью воздушные каналы и летом это будет очень актуально чтобы меньше приела спинка у ребенка вот собственно такой вот кресло у сайбекса получилось как по мне по простору внутреннему простору я у него вот ничего мне в голову сейчас даже не приходит среди его прямых конкурентов да есть просторные кресла ну чтобы все было вот так вот ну честно говоря не знаю если вы знаете шире напишите я с того с ним ознакомлюсь но мне кажется вы ничего не найдете очень просторная здоровенное удобное кресло и сидушка вполне себе глубокая поэтому по посадке здесь все хорошо по безопасности все хорошо очень скажем так популярный бренд сайбок все так сами понимаете стандарт айсайз дополнительная боковая защита на угол наклона самой сидушки может регулироваться на ходу это все такое что маловероятно что мы где-то получим за этот прайс она еще стоит не так уж и дорого на самом деле в рамках этого бренда конечно поэтому я очень рекомендую если вы ищете кресло 23 категории для вашего ребенка обратите на него внимание можете в мир автокресел приехать с ребенком посидеть в разных других и убедиться в словах что я вам сейчас сказал действительно кресло достойное внимание так что друзья если обзор вам был полезен интересен ставьте свой царский лайк подписывайтесь на канал вопросы есть внизу отвечу в комментариях сразу же но вам хочу пожелать сделать хороший грамотный выбор кресло для вашего ребенка и удачи на дорогах пока